Приветствую вас! Если я правильно понял вашу историю, если я правильно понял то, что с вами происходит, то вы жили определенной жизнью до последних двух лет. Вы делали то, что вам хотелось, то, что вам нравилось, то, что вам было интересно. Вот, у вас был какой-то вот свой определенный распорядок дня, да, вот, у вас были какие-то свои, быть может, увлечения, да, у вас был свой образ жизни, вот, в котором вы жили, вот, как бы структурировали, скажем так, свое время, да, вот. И все это работало ровно до тех пор, пока за последние два года вы не стали понимать, не стали чувствовать, что все, что вам раньше нравилось, все, что вас раньше устраивало, теперь уже не нравится, не радует, не удовлетворяет, не мотивирует, не дает удовлетворения. Вот, и, соответственно, возникает апатия. Вот, возникает апатия. Я склонен к тому, чтобы считать апатию, в некотором смысле слова механизмом защиты. В некотором смысле слова. То есть, что это, по сути, значит? Да? Механизм защиты. А механизм защиты, вот, по моему мнению, оберегает человека от какого-то негативного проявления. То есть, у вас возникла трудность. Вы жили. Вы долго жили. Вы старались. Вы старались, делали много всего для того, чтобы, значит, добиться тех результатов, которые вы, которые есть у вас. Ну, которые вы, которые есть у вас. Вот. Вы старались это все сделать, сделать. Вы старались, значит, стремились к этому. Вот. Вы вкладывали в это свои ресурсы, свое время. Да? Как я думаю, как я думаю, помимо этого аспекта, есть еще и аспект ожиданий. Я так вот подозреваю. то есть, аспект ожиданий, да, аспект ожиданий, значит, что другие люди, среди которых вы находитесь, да, тоже ждут того, что вы, ну, будете делать то, что делается. Будете реализовывать то, что реализовываете. Да? Вот. Они этого ждут, они этого хотят, а вы уже нет. не хотите этого. Понимаете, какая история получается? И вы сами, в принципе, хотели бы, хотели бы сделать что-то новое, или, может быть, вы, человек, у тебя постоянно развивающаяся экосистема, да, вот, может быть, вы хотели бы попробовать что-то другое, может быть, вы поменялись уже, потому что, ну, со временем представления и желания человека меняются, вот, а все идут от вас того же самого, вот, и, естественно, это на вас давит, что и поражает опять, вот, поэтому первое наше, что нужно сделать, первое, что необходимо, это разобраться, значит, по какой причине, да, вы потеряли мотивацию, по какой причине вы потеряли желание делать то, что вам, ну, интересно, то, что вам нравится, вот. И, соответственно, это нужно отследить. То есть можно, можно и нужно, можно и нужно, отследить то, что с вами произошло. И тогда, если вы это отследите, у вас появится возможность как-то это скорректировать. У вас появится возможность сделать что-то, дабы изменить происходящее. Вот. Но нужно, 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 нужно понимать, нужно понимать, что для этого нужно, необходимо анализировать то, что вот с вами происходит. Потому что, просто так вы потерять мотивацию вряд ли могли. Просто так потерять мотивацию вы вряд ли могли. Я не думаю, что вы просто так ее потеряли. Что-то произошло. Что-то произошло. Что-то произошло такое, что вы, вероятно, даже не заметили, не учли. Вот. Что-то произошло. И это что-то нужно выяснить. Потому что без этого вы не сможете что-либо подкорректировать. Да? Эмоции. Эмоции тоже самое. Пропали эмоции, потому что вы их подавили себе. Как бы. То есть, эмоции. То есть, эмоции. Вы, эмоции. Подавили эмоции. Свои чувства. Эмоции. Тебе. И, по сути, эмоции не позволили, не позволяли им выходить, выходить, эмоции наружу. Вот. Что и, соответственно, привело к тому, эмоции, что ваши чувства, они стали подавленными, подавленными. Вот. Но что привело к тому, что вы начали подавлять свои чувства. Чего-то бояться, чего-то бояться начали, чего-то опасаться начали и так далее. Это нужно выяснять. Вот. Вы пишите, что все перепробовали. Ага. Что именно перепробовали? Вы, вы. Что, что, эм, конкретно, э, вы перепробовали? Вот. Понимаете? Какая история. То есть, что именно пробовали? Пробовали? Что именно применяли? Как применяли? Вот. И так далее. И так далее. Это, это тоже нужно разбирать. Обязательно. Обязательно. Обязательно обязательно об UltimaoDeM SuzyM То есть, у меня т Skywalker карманов и т. д. 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 им. Там, потому что, оооо... В противном случае, оооо, в противном случае. Т. д. е. ситуация такая, что... Вы так и будете пребывать в таком, знаете как, подвешенном состоянии, скажем так, и, собственно говоря, Так и можно вам ответить. Отдельным пунктом, отдельным пунктом, мне бы хотелось, на что-то, пояснить, отдельным пунктом, мне бы хотелось, пояснить, следующий момент. Ну, ну, на мой взгляд, важный момент. Да? А, значит, если у вас нет эмоций сейчас, да? Если вы подавляете свои чувства, то как мы можем вам помочь с этим, как бы с этим исправиться, да? Чтобы я это исправить, вот в формате вопрос-ответ. Как мы можем вам помочь? Как вы представляете себе помощь вам в этом случае? Вот. Смотрите. Подумайте. Я так думаю, что вы просто-набросто стали терять обратную связь. И в какой-то момент просто стали испытывать сложности с обратной связью. Либо вы делали все это не для себя, а по, там, наводке других людей. Вот так. Но это опять же, опять же, с этим нужно работать. Вот. Это нужно выяснять. Как, как, так, почему так и так далее. Вот. А, вот, что для такого короткого вашего текста, да, без анализа ситуации помочь вам не представляется возможным. Так что подумайте, воссоздайте события последних двух лет, что происходило, что происходило. И вот с этим уже можно будет работать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...